друзья привет сейчас голландии едем вместе с коллегой грузиться за бушными машинками у меня сегодня 8 машин у коллеги 7 машин у него еще нужно будет приехать на следующую загрузку там 2 до грузили будет 9 машин впереди меня идет ведь у нас погода условия очень и очень ветер и дождь плюс 9 градусов 29 число через несколько дней уже новый год но пока мы работаем из интересных машин это тесла модов с по моему не ошибаюсь ни разу на тесле я не ездил посмотрим как она вообще салоне внутри поподробнее вот уже цмрк у меня выписано это отправитель чуть ниже получатель 3 игроки получатель этого из германии прям в аэропорту у них своя площадка пюре не мы будем сейчас грузить с вами записал длинка да и их номера погрузочные они просят указывать чтобы они быстрее находили ну расписал записал что машины бушные имеют повреждения так я думаю еще надо писать что машины мокрые какая погода у нас тут ливень такой капитальный пикачет друзья но вы уже этот ролик увидите сто процентов новом году 2020 втором блин от души вас я поздравляю и желаю в этом году что у вас все было четко круто на мази ваши все желания исполнялись чтобы загадали чтобы загадали в прошлом году если исполнилось но чтобы на стопроцентно исполнилось в этом году а также здоровье самое главное здоровье берегите себя и своих близких и будьте внимательны за рулем желаю удачи ребятам которые собираются связать свою жизнь дальнобоем особенно с автовозом это очень сложно и каждому под силу для меня друзья этот год был конечно очень крутым в этом году я начал вести свой youtube канал а также инстаграм этих ток это прям крутая тема я очень доволен что мне ребята подсказали давай андрей начинай снимать у тебя же получается там присылаешь прикольный видос но я их послушал и принял решение что пора пора начать что-то снимать сделать первые ролики конечно блин были запороды особенно со звуком была большая проблема программе на которую я снимал ползунок который отвечает за чувствительность микрофона вот он меня подводил на несколько раз на съемках я даже не знал что что-то не так получается когда свал свайпал на телефоне да там настройки заходил то случайно сбивал вот этот ползунок который отвечает за чувствительность микрофона и все и весь материал запора просто на минимум звук мне там сколько мог вытягивал но ладно так вот потихоньку потихоньку набираю обороты уже имеют 40 выпусков 41 и это уже 42 вы смотрите это то что нам надо ну встану здесь запаркует накидываем куртку на кстати у меня еще не просохла с предыдущей выгрузки легкая лень люденькая лень но что надо работать working 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 time так кстати надо написать мне забыл указать номер загрузки 61 опа смс пришла почитаем блин да подождите вы подождите вот так 61 61 707 что там дороги на завтра в голландии все куплены дороги круто у нас здесь утки и покушали а у тебя нет ружья до удочкой простой да никого мы не пристрелим сегодня вот наш аэлзи автоматика где наши машины не ну да не ну может быть там вот но вдоль дороги грузится не знаю на спросить по той стране ехали виду направлены тоже стояли но я вижу вару не так это второй этаж это вообще другая территория мне кажется может и так продают машины тут явление не хотите ну хотя бы пари тут лаз есть какой-то но все равно здесь траком не зайти ну так и сюда на центр давай докладываю в общем у нас есть один час чтобы выгнать машина с территории главное их выгнать а уже грузиться можно ходить до утра и до лампочки мне дали связку ключей казали выгоняй машины ставь куда тебе удобно занимайся все осмотр не осмотр все они подписали поставили печать что до тачки вышли и все не проблема вот такой меня налобный фонарик герты как стать еще с веселых времен первым будет peugeot b81 мы ее сейчас просто выгоним у меня план такой сейчас просто выгоняем все машины на улицу оставляем их там и дальше грузимся сначала главное выгнать и потому что сказали всего лишь есть один час как работает фирма потом закроются ворота никто не будет для меня тут их открывать закрывать как раз закрывать постоянно так но друзья пока я иду его есть время как раз подписаться на мой канал поставьте лайк прокомментируйте его не забудьте в конце ролик обязательно каждую неделю у меня выходят новые выпуски связанные с автовозом работ так что ребята подумайте нужна ли вам такая работа хотите ли вы работать на автовозе вот в таких погодных условиях приходится грузиться делать инспекцию и даже есть номера на машины представляете 81 by 81 но на пижон мое похоже но почему не активируется ничего не горит все горит все работает ладно сейчас отфоткаем и едем будем выгонять выгонять можно еще покататься кстати номера то есть на них ты на утро уже у нас добрая приехали выгружаться коллега мой все-таки не доехал у него еще сегодня справа две загрузки точнее одна загрузки две машины я сразу полетел сюда вот выгружаться на фоне меня загруженный трал короче вроде бы утро добрая теплая на улице плюс 14 градусов вообще классная погода но я знаю что меня сегодня еще сейчас выгружаюсь потом меня загрузка и еще раз выгрузка прочитаем три действия делаем смотрите вчерашние машинки так расскажу вам это фото супер mercedes цешка задом поставил все классно высоты нету все в порядке внизу меганчик универсале тесла тесла и было бы немного очень приколов на первых на сигнализацию с ними становится во вторых это заезжал при вставал она сразу глушилась ой блин достала на меня 3008 peugeot и за ним что это у нас коджар пришлось даже растянуть немножко дышло в принципе не страшно вот opel и volvan volvan конечно крутейший огромный здоровый семейный в общем отмечу две крутые тачки это tesla прям эффектный тесла и вот та последняя volvo буду в принципе сейчас все выгружать все быстро в темпе в темпе работаем все выгружать все хорошо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Внизу спускаю ее... Давай! Помню, все уже все сложил, собрал, так что можем выдвигаться в сторону новой загрузки мини-куперами Так, сходил, взял уже погрузочный лист, сейчас вам покажу его, а пока проеду, покажу, где офис находится, чтобы вы не искали То есть, если вы сюда приехали грузиться, именно грузиться, да, то проходите до конца вот этого здания Обходите здание вот этого туалета И сразу за туалетом налево, вот между голубеньким и туалетом Туда вот там проходик Вам дадут бумажку заполнить со своим погрузочным номером Плюс номер трака и компании, имя, вот И все, и в принципе ничего сложного Потом вам выдают вот такой погрузочный лист Где указана локация, где находится, Винкода и все делишки А нам остается сейчас найти наш район Би-Кей И тут уже где-то запарковаться, чтобы нам недалеко ходить Потому что тоже нет особого желания, блин, хрен куда ходить 50-й, 8 машин Так, проверяем Винкода, 56-36 есть? Есть Так, два кабриолета Кантри Кантри можно на прицеп Ш3, 79 Также есть Первый в списке 87, 56 Есть Дальше идет 87, 64 Есть Тоже кантри Слушайте, выходит, что, ну что? Только три кабриолета Все остальные Кантри Кантри-мен Так, 87, 71 Есть 87, 62 Также есть Отлично И остается вот этот 8 Так, ну, коллега подсказал еще, что нужно внимательно смотреть за демиджами Говорят, косяки на бамперах из 8 машин, 3 у него с косяками на бампере царапины Так что нужно внимательно сейчас осмотреть Хорошо, что погода, в принципе, ничего такая Но сфоткаем, что машина мокрая, чтобы там не было вопросов и запишем это в ЦМР Снимем из себя немножко ответственности Вот так вот, ребята, будем осматривать Друзья, посмотрите, какой фантастический у нас вид Это мини-купер Все в пленочке Красота Да, интересно, куда же они поплавут? В какой они порт поплавут? Я сейчас хочу перепровериться Тут ли у меня номер 79, 60 79, 60 Все окей Забираем тогда этого Купера Так, так, так Кнопочка старт находится вот здесь Нажимаем один раз вниз У меня она уже запустилась Красота Но все заблокировано Да, все заблокировано Ничего нельзя нажимать, щелкать Не работает Да, космический вид, конечно Мне вот очень прикал, вот эти вот тумблера Смотрите, какие они крутые Оба подфокусирую сейчас Блин, ну круто же, да? Так, щелк, щелк Щелк, щелк Блин, еще классно И дворники такие маленькие, капец Маленькие, низенькие Так, кстати, здесь зеркала не складываются Нужно будет ручную потом сложить Уезжаем из своего ряда Едем к нашим автовозам Да, тормоза слышно как шуршат, шуршат Немножко уже подржавели чуть-чуть Так, подъезжаем ближе к трапам Упс Все Закрываем механическим образом, так сказать Оп, свое зеркало Он узенький у нас, так что можно, в принципе, и не закрывать второе Так, заезжая на трап, примерно ориентируемся По две дырочки оставляем с левой стороны И мы будем примерно ехать Опа Немножко он, конечно, бодрень Ему чуть-чуть газку поддарю Он уже пошел, пошел Очень хорошая приемность для машины Из-за того, что, видите, у нас узенький мини-купер Купер-С, кстати, подметен Его бодрость Видите, я по две дырочки оставлял Слева Ну, так вышло у нас И справа То есть на трапах Вот Их всего лишь пять отверстий По ширине, так сказать Ну и вот У нас он загнан Практически идеально ровненько И удобно выходить На третьей площадке Для второй машины я уже открыл заранее провалы Ее мы загоним задом Здесь конкретно еще устаешь Когда нужно много-много ходить Казалось бы, да Вот метров по двести Туда-сюда Прогуляйся И так восемь раз Да, такое себе, конечно Так что Будьте готовы Что вам придется Только ходить Так, опять я свой ряд пропустил Вот сейчас шел-шел-шел Заговорился на мне и пропустил А вы не пропустили подписаться? Друзья, подпишитесь Это очень важно Ютуб видит вашу активность И помогает продвигать мой ролик вперед Чтобы больше подписчиков Видело, что Есть такой водитель от авоза Как Андрей Молодец, как нравится Как дела? Здравствуйте, присаживаемся Опа Вот еще раз Видите BK270 Вот такой должен быть Тикет Будем их выдавать Когда уже будем собираться Уезжать Потому что мы как бы Вашину забрали Они уже знают Что этих машин На стоянке здесь нет Второй этаж тягача Полностью готов Подтянут Увязан Все просто круто На прицепе Я уже открыл Ловушки Смотрите Для передних колес Снизим высоту Машины Которая будет стоять Заодно и упор не нужен В принципе Все обычно Обычная Тандартная загрузка Обычная погрузка Когда узнал машин Грузим На тандартной схеме Вот Все Идем забирать Сейчас будем брать Уже побольше машинки И две Сзади будут Кантри стоять На прицепе Еще в принципе Уже собрал полностью Весь второй этаж И начинаем заниматься Первым этажом За кабину Загоняем Кабриолета Думал ли передом Или задом Загоним передом Раниться В принципе Нет он низкий Так что Будем его загонять Вот еду сейчас На купере И смотрю Тут Очень мало места В принципе Как водителю Вообще комфортно То есть Я сижу Мне удобно Я так сделал Подрегулировал Под себя Сиденье Отодвинул Для заднего ряда Кто там будет сидеть Кому здесь Будет удобно Если здесь Нормально сидит Там метр Семьдесят Восемьдесят Пабень Или девушка Не важно То вот здесь В принципе Ноги уже Даже ребенка Не залезут Настолько маленькая Машинка Что Либо на Четверых карликов Либо на двоих Среднестатистических Людей Овечки Еще там Трутся Вот так вот А мы здесь Грузимся Вот видите Нам уже осталось Загнать Четыре машины С нижнего ряда И все И все И все И все Сложу зеркала Здесь Они уже нам точно Не нужны будут Ну как Не нам А не нужны Нам будут им пользоваться Будем заезжать Не заедем на почту Лучше всего будет опустить Восьмой ручкой Чтобы мы точно бампером Как зубилом Знаете Не зашли в установку Ну в принципе И не зайдем Здесь клиренс Офигенный Казалось бы Низенькая машинка Такая Но клиренс У нее хороший Ну ничего Сейчас приспустим Немножко И вообще Все будет хорошо Заодно Кстати Берем Берем вот этот Стопор Креплю его Вот так Здесь Снаружи И вставляем Такой шпингалетик Такое колечко Оп Стопорное Все Так 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 Без гидравлики У нас Восьмой рычаг Работает Но Слабо Потому что На него Особо Ничего не давит Придется Завести В установку Все Завел Опустел Так Ну давайте Заодно прикинем Примерное расстояние Да Вот От колеса Накидываем Локоть Плечо Хорошо Если мы доедем До сюда Локоть Плечо Ровненько Доедем До бутылочки И Минимальное У нас будет Здесь Расстояние Супер Все Тогда Будем Заезжать С очень хорошим запасом У нас все получилось Восьмым рычагом Опускаем До самого упора У нас места Просто Очень много Очень много Опускаем 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 Все Герой Итак Увязываем его Можно было Как-то побольше Хотя Сильно тоже Открывать Большие провалы Здесь не стоит Потому что Смотрите Ниже Пустим Зацепим Вот эту Нижнюю Накладочку Они очень Хлюпенькие Такие Места здесь Реально много Ну хорошо Отлично Высоты у нас Здесь не будет Сейчас загоняем Тогда Кантримена Тоже Увязываем Потом Загоняем Еще две На прицеп И все И все И выезжаем По-скоренькому Но нужно Еще записать Метцмр Шемцер после у венским проверяем все ли у нас надежно все на крепко у нас здесь все прям круто прям очень крепко ты еще машина будет гоняться задом делаем кстати по аналогии как на козбеке или у товарища витя филдмайера я думаю вот так же у нас будет потому что козбекер очень похож как на что но карима вперед протягивать тоже не надо потому что будет увеличиваться высота коротенький сейчас только выставим уровень пола на прицепе тягачем потом уже когда соберем всю конструкцию будем тогда уже складывать опустим второй этаж на тягачи и второй этаж на прицепе нужно следить чтобы здесь вот не жахнула есть расстояние такое тоже какой-то хребенькая прямо ланова здесь оставим зазор специально так можно пытать и прикинуть да блин знаете наверно передам загоню да и все ничего страшного здесь не будет все машины передам 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 зачем нам лишние ими лишние упоры гениально загоню эту передам выйду через вот эту щель так сказать сзади машинку ставим собираемся и погнали в принципе увязались все окей все супер с высотой проблем нет все померил даже 4 метра нет у нас здесь на говине с этим мини-купером маленьким в принципе все очень просто вяжем по одному ремешку на верхней двух машин на верхней и на нижней машинке по одному по два ремня сзади кидаем на последние машины в принципе все вообще все очень быстро здесь загрузились буквально за час десять сама загрузка и плюс еще видите нужно было немножко погулять погулять походить такие пробежечки любите делаться а так все супер все окей заполняем сумерку выдвигаемся на кпп оформляем документы отдаем тикеты ну вот посмотрите заполнился на ручку выгрузка точнее загрузка у нас в нет каре выгрузка зебрюги как обычно и еще указал что машины мокрая венкада полностью подпись печать дата и места составления цена ручки сейчас уже то так подъедем бюро отнесем проштампуем свои цемерки сдадим тикеты и все боюсь и нам до выгрузки остается буквально 200 километров что мы еще приедем сегодня успеем выгрузиться и пришло задание что на зебрюги на toyota у меня еще есть загрузка на сегодня мы еще там выгрузимся и рядышком загрузимся эти марафоны конечно что-то я от них быстро устаю я не готов был к такому что прям вот так вот выгружать загружаться выгружаться загружаться и так вот весь день каждый день подряд то есть ладно если потому что загрузить проехали 600 денек отдохнуть где бы а так постоянно такой марафон тоже не очень кайфовая тема ну ладно что будешь делать работа есть работа надеюсь это явление временно что мы будем вот так вот работать в таком режиме жестком прямо пахать 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 пенсию пахать нужно я не против да но хотелось бы чтобы было так найти немножко равномерно а не так что я сейчас смотрите я сегодня утром выгрузился да сейчас я загрузился выгружусь через часика 23 и снова вы загружусь и еще нужно будет проехать чуть-чуть жесть просто жесть может быть на утро оставим это дело завтра утром загрузимся рано-рано-рано утром все выехали с предприятия с этого крутого этой площадке и у меня есть такие подозрения что эти машины все вместе поплывут в торонто посмотрите смотрим никого нет еще кто то есть друзья но принципе все заканчиваем наш ролик на этой теме на теме того что я уже еду в сторону выгрузки всем спасибо за этот просмотр это был интересный ролик искать почти сутки вместе со мной все друзья всем удачки не забывайте подписаться прокомментировать и ставить лайк нажмите колокольчик если вы только что увидели что он еще не лежат пока а Добро пожаловать в наш канал!